Многоуважаемый Сергей Владимирович, Многоуважаемый Борис Яковлевич, Многоуважаемый Вагихов Медович, Дорогие коллеги, сегодня мне оказана большая честь выступить в стенах этого университета, старейшего университета, и я высоко стеною и сердечно благодарен за предоставленную мне эту возможность. Мое сегодняшнее выступление называется «Фотобиомедуляция в онкоурологии». По данным ВОЗ, рак пристательной железы занимает второе место, и в 2020 год диагностировано более 1,4 миллиона новых случаев и почти 375 тысяч случаев смерти от этой патологии. Этот слайд показывает, насколько актуальна проблема лечения этой локализации. На экране вы видите, что тотальная заболеваемость представлена в пяти регионах. Это Северная и Западная Европа, страны Карибского бассейна, Австралия, Новая Зеландия и Северная Америка. На экране представлена заболеваемость и смертность заместительности от каждого региона и представлены стандартизованные по возрасту показатели на 2020 год. Показатели показаны в порядке убывания мировых значений. Мы ожидаем в дальнейшем к 1940 году неуклонной рост заболеваемости и смертности от этого заболевания. Вы видите на экране прогнозируемую будущую заболеваемость до 2040 года. Структура заболеваемости в России представлена на экране. Представительная железа в 2020 году занимала 14,9% от заболеваемости, но не так далеко ушли и мочевой пузырь, и почки слева на экране. Довольно значительная также заболеваемость. И основные методы лечения представлены на экране. Перечислять их не буду, вы прекрасно знаете. К каждому методу характерны и плюсы, и минусы. Они имеют как и положительные свои составляющие, так и побочные эффекты. На экране алгоритм действия врача при лечении рака предстательной железы. Но при этом в клинических рекомендациях рака предстательной железы представлена за 2021 год. Вы видите на экране титульный лист этих клинических рекомендаций. Есть только упоминание, что при профилактике лучевого дерматита, при проведении лучевой терапии рака предстательной железы рекомендуется через 3 дня после начала лучевой терапии подключить низкоинтенсивную лазеротерапию на 3 дня в неделю для профилактики дерматита лучевого. Это к моему вопросу, который я задавал в начале конференции. Какие в Калининградской области мероприятия проводятся по реабилитации и профилактике в общем в онкологии. Но мой доклад говорит при лечении осложнений и не только при лечении осложнений, а и при модификации лучевой терапии. Но об этом чуть позже. Итак, клинические рекомендации рака предстательной железы гласят только одной фразой. Рекомендуется низкоинтенсивная лазеротерапия для профилактики лучевого дерматита. Идем дальше. Эти клинические рекомендации были представлены Борису Яковлевича. Нет, хотел немножко в его адрес сказать приятные слова. Он автор клинических рекомендаций и этой публикации, где как раз-таки указывается эта позиция по поводу лечения дерматита. Но мы забываем при этом, что наши ученые, зарубежные ученые уже давным-давно предложили методы по лечению и реабилитации и профилактике осложнений при лечении этой патологии. Если вы помните, раньше это называлось низкоинтенсивная лазеротерапия, на современном этапе Международная ассоциация лазерных онкологов и специалистов лазерной онкологии предложила новый термин, который, в общем-то, собственно говоря, более отражает смысл этой процедуры. Они назвали ее фотобиомодуляционной терапией или фотобиомодуляцией. Почему фотобиомодуляция и фотобиомодуляционной терапией? Дело в том, что фотобиомодуляция может нести как плюс, так и минус. То есть она может процессы в клетках, в тканях возбуждать, а может угнетать, упрощенно говоря. И эти работы были представлены давным-давно уже и нашими специалистами, но я не имею в виду урологами по поводу онкоурологов, я буду говорить дальше. А эти работы были представлены очень широко в плане использования низкоинтенсивной лазерной терапии онкологами головы и шеи. Дело в том, что онкологи головы и шеи низкоинтенсивную лазерную терапию или, как сейчас принято в мире во всем называть фотобиомодуляционной терапией, применяли и как радиосенсивилизатор, это раз, радиосенсивилизатор лучевой терапии. То есть защищены несколько работ по радиосенсивным эффектам низкоинтенсивной лазерной терапии, при лучевой терапии показано, что достигнуто значительное повышение эффективности лечения. Также при специалистами-онкологами головы и шеи показано, это я говорю о работах 1991-1993 года, вы вдумайтесь, это уже получается 30 лет, 30 лет онкологи головы и шеи показывают, что это очень эффективно. Я еще раз повторю, это и радиосенсивилизация терапии, и реабилитация при лечении опухоли головы и шеи, и профилактика осложнений. Урологи первой работы в России появились в 2006 год, это «Гостью», «Зимин» дали и так далее. То есть, представляете, даже в собственной нашей стране этот отрыв получается 15 лет. И более того, нет, в общем-то, дальнейших публикаций и какого-то такого интереса у урологов. Я показал на примере клинических рекомендаций, что нет какого-то бурного интереса у онкоурологов к этой области. Хотя напрасно. С чем связан мой доклад? На экране представлены механизмы действия фотобиомодуляции. Жаль, нет указки, но вы видите вверху первичные эффекты фотобиомодуляции связаны с пиком поглощения фотонной энергии в верхней части экрана, с пиком поглощением фотонной энергии цитокомпсооксидазы. Здесь мы можем только единственное сказать, что в верхней части экрана как раз показано, что это как раз-таки мы достигаем в окне 600-900 нанометров. Это красный свет, это 600-700 нанометров. И ближний инфракрасный свет, 760-900 нанометров. Это окно применения. Ну и, естественно, надо сказать, что это такое, если кто, значит, для молодых коллег по поводу фотобиомодуляции или, как ранее называлось, низкоинтенсивной лазерной терапии. Это низкая мощность в диапазоне от 1 до 500 милливатт. Вторые, вторичные эффекты, они представлены чуть ниже. Это говорит о изменениях ВТФ, оксида азота, активных форм кислорода. И также зависит от того, идут ли они по процессам, по пути того, воздействия фотонного энергии на цитокомпсооксидазу. Теоретичные эффекты, они связаны с нисходящими эффектами. Они зависят от дозы, это ниже. От дозы низкоинтенсивного лазерного излучения, но не только лазерного и светодиодов, о чем я буду говорить чуть позже. И четвертичные – это системные эффекты. Вот вдумайтесь, системные эффекты чем интересны? Они получаются при облучении, они получаются в тканях, которые не подвержены низкоинтенсивному лазерному излучению, но которые оказывают влияние на секрецию тех, которые получили лазерное излучение, то есть опосредованное. Это показано и в эксперименте, и на практике. Ну буквально перед следующим слайдом я все-таки еще раз хотел бы остановиться на тяжелой истории фотобиомодуляции в двух словах. Дело в том, что когда низкоинтенсивная лазерная терапия, которая появилась в 60-е годы, уже были работы, они касались, правда, не онкологии, онкологии. У онкологов это вызывало очень бурную, такую веселую реакцию, смех. Я помню, как очень уважаемый академик меня спрашивал, он говорит, слушай, говорит, неужели вот это, называл профессора, который тоже со мной занимался этим, и говорит, неужели вот эта глупость, вот этот бред, лампочки подсветить, что-то там может получиться, да? Я говорю, ну как, работы есть. Говорю, не только наши, вообще-то и зарубежные. Этим работам, вдумайтесь, конец 60-х, 60-е годы, мы сейчас 2022 год. Мы что-то ждем, а во всем мире, в Америке, в Бразилии, в Европе, в Азии, там целый бум. Вы откройте Web of Science, там фото-биомодуляция, профессор Хэмблин, президент лазерной ассоциации, представляет работы по всему спектру, в том числе по урологии. По урологии представлены экспериментальные работы, те же вот сейчас появились этого года бразильские, кстати, по экспериментальной опухоли рака предстательной железы, о радиомодификации, о лечении побочных эффектов, осложнений. Интернет кишит этими работами, но в России всегда свой путь, мы чего-то ждем всегда. Хотя наши онкоурологи, в общем-то, я буду показывать дальше, достигли определенных каких-то успехов уже в этом направлении. Итак, я не прокомментирую этот слайд, это три пути дискретных механизмов действия фото-биомодуляции. И они имеют каждый из путей свое терапевтическое приложение, но их всех, уже сейчас это показано, объединяет в целое. То есть они взаимосвязаны. На механизмах я больше останавливаться не буду, переходим к конкретике. Я вам говорил, работа Гостева 2005 года, вы видите, титульный есть, автореферата, я почему его вывел, это все уже было в пятом году, утверждено ВАГ, почему это активно не используется в практике, это вопрос. В работе Гостева основным методом лечения больных раком предстоятельно жил была дистанционная лучевая терапия, которая проводилась на ускорителях электронов с энергией 5,18 МЭФ и показано, что фотобиомодуляция, или как в работе она звучала НИЛИ, не оказывает отрицательного действия на показатели эффективности лучевой терапии больных раком предстоятельной железы. Это ключевая фраза, потому что онкологи стояли насмерть, когда им говорили, причем не урологи, а вообще онкологи, радиологи, какая там лазер, он же будет провоцировать рост, метастазирование, это вообще профанация, это шарлатанство, кашпировство я дословно привожу, те слова, которые говорили наши коллеги мне в лицо в 90-х годах называют, что это просто глупость. Заметьте, 2005 год диссертационной работы утвержденная вакуум. На экране как раз представлена лазерная аппаратура, которая применялась при фотобиомодуляции и, собственно говоря, справа и сеанс. Это довольно несложная, я бы даже сказал, простая абсолютно процедура, которая несет очень большой эффект. и параметры фотобиомодуляции были, следующая длина волны была 890 нанометров, длительность импульса в 120-150 наносекунд, частота импульса в 150 Гц, и мощность излучения была от 23 до 45 милливатт. Видите, мощность была очень маленькая, о чем я говорил в самом начале своего выступления, характеризуя, собственно говоря, саму фотобиомодуляцию. Динамика ПСА размеров пристательной железы и непосредственной результаты лечения не отличались от контрольной группы. При этом, начатая после 12-13 сеанса лучевой терапии биофотомодуляции снижала выраженность и время возникновения продолжительности реакции. На основе этих результатов, полученных в работе ГОСТева 2005 года, были предложены следующие практические рекомендации. Думайтесь, это было 17 лет назад. Для профилактики лучевых повреждений пациентам ракопрестательной железы рекомендовано было проводить 10-12 процентур фотобиомодуляции. Ее начинать надо было на 16-17 день после начала дистанционной лучевой терапии, когда сот суммарно очаговая доза была 24-26 грей. Необходимо было проводить облучение фотобиомодуляции непосредственно зон облучения. И экспозиция лазерного облучения составляла всего 2 минуты. В работе было отмечено, что отметили улучшение и качество жизни у больных ракопрестательной железы. О чем сейчас призывает весь мир на первом месте стоит невыживаемость, на первом месте стоит качество жизни. 17 лет назад это было показано. Следующая работа 2008 года «Всянникова» «Титульный лист». Эта работа была опубликована в Альманахе клинической медицины. гласила, что новая методика нели отдаленных лучевых повреждений значительно оказывает положительное влияние при внутренних кровотечениях у больных раком пристательной железы. Скажите, где применяется при кровоочищениях у больных раком пристательной железы фотобиомодуляции сейчас? Заметите, 2008 год. Следующая диссертационная работа 2010 год. Опять «Титульный лист» вы видите. Это работа «Земена». Эта работа была представлена на большом количестве пациентов 559 человек, контрольная 251, в основной 308 человек. Дистанционная 251 человек контрольной группы проводили дистанционную лучевую терапию, профилактику лучевых проводили гормональную терапию и профилактику лучевых повреждений делали по традиционным методиям, принятым на тот момент. А в основной группе помимо этого применяли 12-дневный курс, как Зимин почему-то называл его фототерапией. По большому счету можно было бы с этим согласиться, но есть общепринятые терминологии, которые мы должны пользоваться. Тоже показан положительный эффект. Я чуть-чуть немножко ускорюсь. Вы видите результаты работы Зимина. Внизу посмотрите, я чуть-чуть буду по ускоренной программе. В группе лазерной терапии 89% 5-летняя выживаемость. В контрольной группе 67%. Какие еще могут быть доказательства, аргументы об эффективности этой работы? Вы видите на экране практические рекомендации. Они согласуются с тем, что были предложены у гостевой время. Фото об эффективности увеличиваются только до 4-х минут. Следующая работа Жареного 2011 год. Вы видите выживаемость больных раком пристательной железы с учетом метода лечения. И вы видите что три группы местно распространенные и гернилизованные. в этом исследовании это мы видим генерализованное и локальное распространение. Они не имели в общем-то какой-то большой различия и эффективности. Но что касается местно распространенной выживаемости то вы видите насколько большая разница которая в общем-то уже на третий год уже была показана в контрольной группе было 84% а в основной 94% а при пятилетней в основной 89% а контрольной 67% и наконец исследование шейкод 2014 года увидели данные по контрольной основной группе изучали возможности использования фотобиомодуляции для развития стойкой ликопении выраженной интоксикации уменьшения осложнений урологических больных на экране представлены характеристики по которым проводилось и низкоинтенсивное латерное изучение на биологически активные точки и также на область проекции и наконец мы видим данные которые было получено шейко на экране некоторые клещенные показатели интоксикации общего состояния урологических больных и оценка состояния урологических больных после курсов НИЛИ сравните контрольную основную группу и у вас отпадут всякие сомнения в эффективности фото биомодуляции при этом на выводах прошу меня не буду засчитывать вы видите на экране тороплюсь и наконец вишенка на торте следование группы под руководством нашего дорогого присяга не ничего смешного я просто Ваги Ахмедович меня рассмешил титульный лист технологии медицинская технология 2013 год внутрипозырное полихиметари без комбинации с ВДТ и биофотомодуляции это гласит как раз таки в технологии перспективные методы лечения больных с промежуточным риском немыщественно инвазивного поверхностного рака мочевого пузыря которые не сопряжены с увеличением осложнений мог быть рекомендованы в практике и наконец исследования 2014 года которые показали как раз таки что комбинированная полихиметерапия с биофотомодуляцией или как автор назвал низкоинтенсивно лазерное излучение эффективный и безопасный метод который на секунду секунду внимание позволяет увеличить трехлетнюю безрецидивную выживаемость больных в группе риска в два раза без увеличения риска развития осложнений опубликовано в журнале онкологии правый верхний в заключение я не буду долго говорить я призываю онкологов обратить внимание на эту технологию которая широчайшим образом применяется вашими коллегами в области головы и шеи и успехов на этом пути большое спасибо юрий сергей спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»